Удро рабочей недели началось у Красноярцев с похолодания. Ситуацию еще усугубляет шквалистый ветер, который сносит с ног. Видимо, зима решила разгуляться после небольшой паузы. Уже в среду столбики термометров покажут минус 27 градусов. К счастью, такие морозы продлятся недолго. На выходных горожан порадуют потепление до минус 7. Сегодня днем температура держалась на отметке в минус 11. Ветер достигал 25 метров в секунду. Ночью температура опустится до минус 20. Со вторника ветер немного стихнет, но похолодает. Так, с днем 16 января будет минус 17. И самая холодная ночь на неделе минус 27 градусов. В среду дневная температура составит минус 18, ночная минус 25. В четверг начнется с температуры в минус 15. Ночью в начало крещенских купаний похолодает до минус 24. С пятницы синоптики обещают потепление. Уже днем 19 января будет 13 градусов ниже нуля. Ночью минус 22 градуса. В выходные дни красноярцев ждет комфортная погода. В субботу температура поднимется до минус 10. Ночью опустится до минус 16. В воскресенье потеплеет до 7 градусов ниже нуля. В пятницу православные жители Красноярска отмечают крещение. Ритуальные погружения будут проходить в специальных купелях, где температура воды составляет всего плюс 4 градуса. Чтобы купания прошли безопасно, нужно учитывать несколько правил. Первое правило, которое нужно соблюдать, это не нужно купаться в подготовленных местах, там, где это все обустроено. Не забегать сразу же резко в воду. Окунулись, вышли, растерлись полотенчиком, оделись и пошли греться. Если место не подготовленное, то в проруби, если это стоит на реке, может быть течение. Соответственно, когда вы туда нырнете, вас может унести под лед. Поэтому с этим надо быть очень аккуратным. Для крещенских купаний в Красноярске оборудуют две купели. Одна появится на левом берегу возле пешеходного моста за центральным парком. Вторая на правом берегу в сквере энтузиастов за торговым домом Красноярья. Купания начнутся в полночь с 18 на 19 января и продлятся до 9 часов вечера 20 января. На мероприятии будут дежурить врачи, спасатели и полиция. Надежда Шепенева, Данил Мамонтов, Новости ТВК.